Всем привет! С вами Virtus.pro BenQ Revolver. Вы смотрите очередное обучающее видео, которое будет посвящено разведке, контролю карты и таймингам. Итак, начнем, пожалуй, с таймингов и уже к ним будем крепить, соответственно, разведку и контроль карты. Для начала разберем ЗВЗ. Самое важное это понимание того, что делает наш противник. То есть, в ЗВЗ, в принципе, есть два глобальных оперинга. Оперинг через пул, через газпул и хату, или оперинг через быструю хату. Далее, эти два оперинга подразделяются на еще два. Это игра с одной базы и игра с двух баз с дальнейшим переходом в макро или, опять же, небольшой пололын. Но самым важным является именно понимание того, как играет наш противник и как нам действовать в начале. Далее мы будем уже подстраиваться. То есть, все игры, они отличаются. То есть, в какой-то игре вы играете хату, противник играет полгаз и вы имеете преимущество экономическое, которое вам нужно удержать. Это один сценарий. Второй сценарий, когда противник играет в хату, вы играете в газпул и вам нужно его подхарасить, чтобы его преимущество экономическое нивелировать. Но давайте вернемся к нашим таймингам. Во-первых, нам нужна разведка. Всегда в завозе без нее никак. Никак, никуда. Именно если вы новичок. Если вы новичок и у вас нету четко поставленной стратегии универсальной, которая сможет подстроиться под газпул и под хату. Скорее всего, вы именно из категории новичков, раз вы смотрите это видео. Давайте разберем тайминг разведки. Новичкам вообще, в принципе, я буду рекомендовать в дальнейшем, если вы хотите играть стабильно, играть через хату или через какой-то очень хорошо отточенный чиз-алын. То есть, это две самые простые ветки, которые помогут вам максимально быстро продвинуться по рейтингу и, ну, пробраться в мастер-лигу, соответственно. Вот. Итак, разведка. На первой минуте у нас выезжает дрон с базы и едет к противнику. Поехал. Тран-тан-тан-тан. Приезжает. Приехав к противнику, нам важен пул. То есть, мы приехали, смотрим и сверяемся с таймером. Если пул достраивается в 1.45, это шестой пул. То есть, самый ранний пул у Зерга в ЗВЗ может быть поставлен на шестой минуте. Соответственно, на шестом лимите, пардон. Закладывается он в 0.40, достраивается он в 1.45. Если вы видите такой пул, вы понимаете, что, отбившись от него, фактически выигрываете игру, но отбившись без потерь. То есть, ваши действия. Можно раньше поставить свой пул. И, если вы приехали сразу к противнику и увидели, что пул только строится, а у вас уже, в принципе, есть возможность заказать свой пул, закажите плетку. То есть, в чем фишка именно плетки? В том, что плетка, когда вы играете с одной базой, отбиваете именно алын. Это всего лишь один лимит. Одна личинка. То есть, например, вы можете заказать собак, там, штук 6-8, да, чтобы отбить собак противника. Но, во-первых, собаки это больше личинок. И собаки это микрозависимый лимит. То есть, чтобы отбиться, вам нужно их контролить. Вы будете отвлекаться от королевы, от инъекций, от оверлордов и так далее. То есть, вам будет сложнее сконцентрироваться на игре, если вы будете отбиваться от ранних пулов псами. Но, если вы не успеваете построить плетку, то, естественно, заказывайте собак, чтобы до плетки дожить. Вот. Соответственно, ориентируя испытания ногу пула, вы понимаете, что там ранний пул или поздний пул. То есть, как вам реагировать. Если вы приехали и увидели, что у противника пул заказывается в 2 минуты. То есть, вы приехали, допустим, на дуэльной карте, вы приезжаете где-то в 1.40, в 1.50, тир в 2 минуты. Да, смотря какая карта и как далеко вам ехать до базы противника. Вы понимаете, что он играет дефолт, и вы можете спокойно поставить 15-16 хэтчери, да, инкубатор, и играть макро. Вот. И наоборот, если вы видите у противника 15-ю хату, а вы играете у гастфул, то понимаете, что вам нужно как-то поагрессивничать. Но агрессивничайте аккуратно. Я рекомендую, если у вас нет отточенного аллы, но просто чувачка противника зерга, да, подхарасить. То есть, делать 4-6 собачек со скоростью. То есть, в чем преимущество именно игры гастфула против хаты? В том, что у вас рано появляется скорость раньше, чем у противника. Вы можете побегать собаками со скоростью, да, и подхарасить его. Но, именно пробивать бейлингами я бы не советовал. Просто потому, что, когда противник играет в хат, он может очень много настроить плеток и довольно легко отбиться. Вот. То есть, дефолт на хат, если она 15-я, она ставится в 2-15 у противника. Вот. Так. Вот. Теперь разберем момент, когда мы сами играем в хату и отбиваемся от вражеских чизов. Что нам делать против бейлинг-пуша с одной базы? На самом деле, новички зерги очень часто пытаются пропушить бейлингами хату, и это проблема. Потому что пробить, как я уже сказал, довольно сложно. Все, что вам нужно, чтобы легко отбивать бейлинг-пуши при игре в хату, это таймингово построенные плетки и поставленные в рампу 2 квины. Итак, запомните тайминг. Самый ранний бейлинг-пуш может прийти в 5 минут. В 5-0-0 к вам прибегают какие-то 6-7-8 бейлингов и 16 собак. Вот. К этому моменту вам желательно поставить 2 плетки и 2 королев. Давайте посмотрим. Симитируем ситуацию, когда у вас база. Допустим, это вот наш натурал. Где-то здесь у нас минералы. Давайте вот так вот увидим. У нас будет, допустим, локация. Это у нас как бы минералы. И вот как правильно строить плетки при обивании бейлинг-пуша. Сейчас мы посмотрим. Допустим, это у нас рампа. Тут стоят 2 королевы. На холоду все, мы их не трогаем. Одна плетка прикрывает у нас королев. И стоит желательно где-то за королевами. То есть вот здесь вот. Для того, чтобы ее сложнее было зафокусить первыми бейлингами. Так они могут врезаться либо в королеву, либо в хэтчери. Плетка раз. Защитница. Вторая плетка прикрывает забег за минералы, чтобы вам не взорвали рабов. Стоим ее вот так вот. Далее. Нам важно понимание того, ставит ли человек еще одну локацию. Ставит ли он натурал. Если противник зерк, да. Это мы можем понять, кстати, а лынет ли нас потому, что у нас висит там оверлорд. Логично, да. То есть первый оверлорд самый в ЗВЗ. Он очень важен. Он всегда у нас должен стоять над натуралом противника. Если на пятой минуте экспанда нет, мы добавляем еще 2 плетки. То есть получается две плетки прикрывают королев и две плетки прикрывают забег за минералы. Ставим их так, чтобы между ними не могли втиснуться бейлинги и взорвать обе сразу. То есть ставьте их вот с таким вот расстоянием между ними. Но это минимальное расстояние. Можно ставить и шире расставлять. Вот. То есть 4-10 плетки, 2, пятая минуты, еще 2. Отбиваемся от бейлинг баста. Вот. В остальном в поздней игре тайминги в ЗВЗ довольно часто могут меняться. То есть тайминги талисков, тайминги первых инфесторов, роучей и так далее. То есть в этом моменте точно угадать, предсказать, что делает противник практически нереально. Но вы можете это исправить просто за счет разведки. Если вы играете в газпул, если вы играете в хату, вам будет немного сложнее. Потому что собаки без мува, вы в принципе можете ими оббежать. Допустим, оверлорда противника, который висит у вас перед хатой. Вот здесь вот. Убираете двух собак, оббегаете и понимаете, что делает ваш противник. Если вас, например, убили оверлорда или вы не повесили его. Все еще, да? Посмотрите, что он делает. Теперь перейдем к игре против протаса. А, пардон. Еще важный момент по поводу разведки. То есть в ЗВЗ очень важно положение оверлордов на миникарте. Во-первых, вы понимаете, если у вас висят оверлорды по карте, когда к вам пойдет противник и сколько его будет и какой у него состав армии. Например, если там идут роучи, вы можете подстроить массу собак и просто заблочить его в плетках. Например, вы перекапываете ту же плетку так, плетку так, выводите собак и обиваетесь. То есть вы просто блочите, допустим, подстраиваете еще собак, приходят вот роучи, допустим, далее лямо роучи и даже сами без мула вы их легко блочите в плетках и плетки уже их расстреливают. У нас такой алгоритм действий. Если вы, например, видите массу собак и бейлингов, бегущих от противника, вы блочите рампу королевами, добавляете еще плеток и можете сделать такую вещь, как альтернативная стенка. Представьте, что это рампа, это у вас локация натурал, вы можете рабами сделать стенку из эволюшенов так, чтобы королев не взорвали. То есть, когда вас пробивают именно поздним массированным бейлинг-бастом, самая уязвимая ваша часть это королева, потому что плеток у вас к тому времени много, хата слишком толстая, а вот королев пробить могут. Чтобы этого не было, добавляете эволюшена в такую стенку и все у вас будет хорошо. Всю эту инфу дают нам именно оверлорды, развешанные по ключевым точкам, то есть первая точка это у нас натурал, все что перед ним находится, здесь вот один оверлорд, остальные оверлорды по периметру карты, там по центру, по краям, чтобы нас не оббегали и так далее. Еще очень важный оверлорд, который висит над газом на натурале противника. Этот оверлорд позволяет нам понять, насколько мы находимся впереди по технологиям. То есть, если у противника, например, газа долгое время нет на натурале, а у нас газ есть, то мы понимаем, что выходя, например, в роучи с инфесторами, у нас в роучи инфесторов будет в два раза больше. Это логично, да? И так же мы понимаем, аллоин это наш противник или нет. То есть, например, если у нас стоит уже четыре газа, экономика хорошая, а у него все еще два газа, мы понимаем, что у него, скорее всего, будет какой-то аллоин с одной базы. То есть это либо линго роучи, либо бейлинги, либо просто линги и так далее. Вот. Теперь перейдем к игре с тираном. С тираном довольно схожие у нас тайминги, только плетки ставятся чуть-чуть попозже. С тираном мы берем тайминг самых ранних гелионов. Самые ранние гелионы тирана при игре в газ до барака могут быть заказаны в 4.30-4.15. Соответственно, нам плетки нужны тоже в 4.30, потому что полминуты у нас строятся гелионы, еще секунд 20-30 они едут до нашей базы. Так, к приезду гелионов у нас достраиваются плетки. Принятное дело, первые 2 плетки ставятся так же, как и с зергом, но вот эта плетка снизу, которая стоит у нас под хатой и с зергом, с тираном стоит у нас спереди, чтобы гелионы не жгли королев сбоку. Это очень важно. Вот. И с тираном 2 плетки нам вполне достаточно для того, чтобы себя комфортно чувствовать и раскачивать базы. Вот. С тираном важен тайминг самого раннего дропа и самый ранний баньши с инвизом. Самый ранний дроп у тирана может прийти на 7.40-8.00. То есть у нас в 5.40 заказывается первый медиваг, секунд 30-40 он летит и в 7 минут мы уже должны быть готовы. Как готовы? Во-первых, по бокам карты у нас с тираном всегда оверлорды. Развешенные. И по мейну тоже. На мейне у нас либо крип, раскиданный королевами, либо опять же оверлорды, чтобы могли подвести королев, подзагазать собак в виде дроп и среагировать. Но, есть вариант еще лучше. Как гарантированно предсказать, что делает тиран. Чтобы не было таких вот угадаек. Дроп там или баньша. Тайминговый залет оверлорда. Опять же, на 6 минуте мы можем пролететь оверлордом по мейну тирана. Тем самым пиром, который у нас палит с ЗВЗ натурал. Первый же оверлорд очень важен и с тираном. Он палит, что происходит на мейне. То есть, если у него не экспанд, а что он играет в пехоту или в баньшей, или там еще какие-то темы типа гелионов с двух факторок. И мы сможем подстроиться. То есть, добавить либо плеток, либо спорок, либо армию подстроить. Ну, спорок от баньшей с инвизом. Вот. Например, представьте ситуацию, что вы играете с тираном, вы залетаете оверлордом и видите только два газа. Это будет довольно часто отличаться у вас. Тогда нам нужно считать газ. Считаем мы газ очень просто. Представьте, что у тирана ставится первый дефолтный газ в две минуты. К шестой минуте, когда у нас залетает оверлорд, газ, качая 125 газа в минуту, откачает примерно 325 газа. Так, две с половиной минуты? Да. Нет, стоп. Три с половиной. Больше. Больше. А 470 газа он откачает. Вот просто у меня уже эти цифры там вбиты в голову. 470 газа он откачает за... 3 с небольшим минуты. То есть пока у нас еще оверлорд пролетит по мейну, мы понимаем, что первая газилка была добавлена дефолтно. То есть что человек не играл в брак ТЦ и добавил дефолтные два газа на четвертой минуте. То есть важно именно считать количество газа в газилках тирана. Второй газ ставится у тирана при игре в баньшей. на 3.30, 3.40, крайний срок 4 минуты. И с него будет откачано соответственно за 2 минуты 250-300 газа. Вот. Мы прокликали газилки, видели эти количества, поняли, что ага, у него дефолтный быстрый второй газ и кроме баньшей с с инвизом, в принципе, на 2 таких ранних газа тиран сделать ничего не может. Вот. Мы тоже добавляем эволюшн, пару спорок и к 7.20 и 7.30, когда могут прилететь самые ранние баньшей с инвизом, мы готовы. От баньшей, соответственно, представьте, что... Как ставить спорки от баньшей тоже важный момент. Представьте, что это минералы. Допустим, это вот. У нас 2 газа. Первая спорка у нас... Тут, допустим, 2 королевы. Первая спорка прикрывает газ, чтобы баньша не занимала мертвую зону над газилками и не снимала рвов с газа. То есть нам нужны технологии, инфестеры, слоны, апгрейды. Первая спорка у нас стоит между газилками. Допустим, это рабы, качающие газ, вот так вот бегают. И вот спорка стоит между ними. Первая спорка. Вот минералы. Вторая спорка стоит у нас за минералами. Чтобы, опять же, баньша не занимала мертвую точку за минералами. Вторая спорка стоит слева. Где-то вот. Во лбу хата, чтобы баньши... Ну, баньши не стреляли по нашему мейну. Чтобы у нас был вижен, и мы могли отбить их с помощью горлев. У нас получается такой вот треугольник. И спорок, который прикрывает все. Минералы. Минералы, газ и хату. В дальнейшем, если вы видите два стрепорта, добавляйте еще спорку. Вот тут. То есть, в идеале, иметь четыре спорки. Но это максимум. Тут правильное расположение спорок. При игре против баньшей. Так. 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 Что еще с тираном можно вам рассказать? Наверное, все. Теперь перейдем к протасам. С протасом, в принципе, вам важны тайминги. Тайминги. Следующее. Четыре варп гид пуш. Самые ранние дарки. И, наверное, в ранних лигах. Это все. Вот. Для того, чтобы отбить четыре варп гид пуш. Что нам нужно? Во-первых, разведка псами. То есть, как вы знаете, с протасом, в принципе, ранних чизов ждать не приходится. Могут быть прокси-гиды. Но это довольно редкий вид чиза. И отбивается дефолтным пулом. 14-15 пулом. Достройка, там, дефолтных четырех собак. Королевой, рабами. Вы легко отбиваетесь. Как скаутим тирана. О, как скаутим тоса, пардон. С тосом. Две собаки. Две четыре. Если мы, например, играем на дуэльной карте. И видим, что у человека форж. Можем заказать две собаки. Если мы не долетели до него. И не знаем, что там, заказываем четыре. Потому что, опять же, прокси-гиды нас могут почизить. В ранних лигах это не редкость. В лигах повыше. Люди уже понимают, что прокси-гиды это игра слабая. И легко кондрится. Вот. Поэтому, встречаем редко и играем там через две собаки. Я рекомендую играть через четыре. Теперь, конкретнее к четырем гидам. Мы прибегаем к тосу. И что нам важно? Прибежали четыре пса. Во-первых, спалить. А есть ли бусты у нас в киберкоре? То есть, какая у нас застройка через гид или через форж. Например, мы видим, что у человека гейт в киберкор. Есть зил в застройке. Если нет, мы просто проверяем базу. И нам важно спалить, первое, сколько рабов. Второе, сколько газов. Если у протеста два газа, то и появляется синтри, то варианта два. Это либо один гейт Nexus, либо три гейта Nexus с подпушем, либо пять гейтов. То есть, это, в принципе, оставляет варианты и для макро, и для алына с одной базы. Но вам нужно скаутить еще. То есть, вы пока не уверены в том, что делает ваш противник. Скаутим, как правило, с помощью оверлорда на натурале. И залет оверлорда по тому же таймингу, что есть тиран на шестой минуте. То есть, именно в это время закладывается даркшрайн, или добавляется пять гейтов. То есть, они уже достраиваются к этому моменту, но мы успеем их спалить и подстроить плетки. Вот. Четыре гейта пуш приходят гораздо раньше. Он приходит самый ранний четыре гейт пуша в 5.40. В 5.40 и нам нужно правильно выстроить оборону. То есть, мы это палим, опять же, по одному газу. У протеста по куче бустов в киберкор, и потому что у него из гейта выходят зил, сталкер, и нету сантеря. Или есть второй сталкер. Или два зила и сталкер. В общем, газовых юнитов у него мало. А киберкор он будет очень активно. Мы начинаем добавлять плетки. При отбивании четыре гейт пуша, в принципе, вам газ не критичен. То есть, желательно поставить газ, и там выкачать 100 на скорость, и снять рабов с газа, чтобы вас не хитон ранили сталкерами. Но можно отбиваться и гораздо проще, с помощью хорошего ряда плеток. Опять же, учитывая тайминг четыре гейт пуш, пять сорок, да? Четыре гейт пуша. На 4,50-5 минут мы ставим первые две плетки. Раз, два. Мы отбиваем ими первую волну. Опять же, при отбивании четыре гейт пуша, очень важно не перестроить рабов. В сумме максимум рабов на две базы у вас должно быть 25-30. Это даст вам инкам в полтора-два раза выше, чем у протаса с одной базы. То есть, вы спокойненько, комфортненько добавляете плеток, собак, маститесь с кучей инъекций, королев, да, двойных, и обивайтесь. Итак, две плетки на 4,50, еще две добавляем где-то на 5,20-5,30. И ставим их вот в такую линию. Так, чтобы их не могли выщелкивать по одной. То есть, в протасу сложно зайти, например, с края и выщелкивать эту плетку. Он будет получать дэмэдж от этой и от этой. То же самое с левой плеткой. То есть, такая линия у нас получается из плеток. Это грамотно. Опять же, в протасу при наломе сложно окружить такие плетки зелами. То есть, они будут толпиться там, в этом проходе, например, да, или в этом. Они могут окружить, если вы поставили плетки вплотную. Так, а теперь берем тайминг Дарк Шрайна. Самые ранние дарки приходят у нас на 7-ой минуте. Если на 6-0-0-6-20 вы не видите у протаса экспанда. Вы знаете, что там два газа и сентри стоят на мейне. И, как фаталити, вы можете поставить собаку перед натуралом и увидеть, что у него зелы сентри, все стоит на мейне. Вы можете понять, что там будут дарки. Потому что он дефенсится, он не выходит юнитами к нам, он не пушит нас. Но у него два газа и он идет в какой-то тэч. Да. Мы добавляем эволюшн на 6-0-0-6-20. И к 7-ой минуте, к 7, крайний срок 10, у нас появляется первая спорка. А спорку ставить желательно вот так вот. Как у нас стоит здесь вот спорка против баншей, да, была поставлена. Она прикрывает и минералы, и заход на мейн. То есть одной споркой дешево и сердитом отбиваемся. Учитывайте всегда, что после дарков всегда следует продолжение вторая волна в виде пуша с архонами. Если протест грамотный и он понял, что дарками вас не продают, он попытается напасть зелами и архонами. В этом случае вам нужно добавить ручварин или огромную тонну плеток. Потому что просто собаками без мува, да, как мы отбиваем, или с мувом даже, 4-гид пуш, вам не отбиться. Вот. На этом, пожалуй, я видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Смотрите дальше.